В поселок Управленческий пришла весна, а вместе с ней и ветер перемен. Теперь мягкая волжская вода течет из кранов в каждом доме. Это 200 многоэтажек и свыше 2000 домов частного сектора. О новой схеме водоснабжения около 40 тысяч жителей поселка мечтали несколько десятилетий. Это стало возможным благодаря современному комплексу сооружений. Были построены два водовода Д-600 общей протяженностью 12,5 километров. Трубы современные, полиэтиленовые, срок гарантии на них составляет полвека. Кроме того, чтобы по новым трубам поднять воду из Волги до Управленческого, в Туденом Овраге построили дополнительную насосную станцию. Помимо этого комплекс включает еще одну новую насосную в поселке. Два резервуара чистой воды, хлораторную и административный корпус на улице Сергея Лозо. Всех потребителей Управленческого нам удалось подключить еще в декабре. Но мы делали плановый запуск и, соответственно, он занял еще два месяца. Мы шли поэтапно, мы старались не создавать проблем с котельной, и поэтому сегодня мы уже можем сказать, что мягкая вода пришла в квартиру каждого жителя. Исторически сложилось, что поселок был запитан водой из подземных скважин. Она была пригодна для использования, однако обладала повышенной жесткостью. Это оказывало влияние на качество жизни горожан. Само накипи и известковый налет, он выводил из строя бытовые приборы, то есть трубы забивались, автономные источники отопления, водоснабжения. И сейчас действительно приятно пользоваться этой водой. Так что жители очень довольны. Масштабный проект был разработан на основании технического задания администрации Самары и одобрен на общественных слушаниях. Его стоимость составила около 1,2 миллиарда рублей. Инвестиции вложены в рамках концессионного соглашения. Функционирование комплекса находится на постоянном контроле. Также фиксируются сообщения от горожан, которые касаются качества воды. Сейчас мы как раз таки и занимаемся тем, что мониторим ситуацию относительно сигналов от жителей, качества воды, как раз таки работаем с управляющими компаниями. Они проводят проверку, какая вода приходит в внутридомовые системы. Специалисты отмечают, на территории поселка есть дома различных годов постройки, в том числе середины прошлого века. Поэтому впереди предстоит большая работа по устранению проблем на внутридомовых системах. Этим уже занимаются управляющие компании. Есть дома постройки 90-х годов, вот девятиэтажные. Есть дома и 50-х, 40-х годов постройки. Конечно, внутренние сети, водоснабжение в домах, они уже ветхие. Ветхие и порой даже уже забитые. Да, придется здесь работать с управляющими компаниями по части выполнения ремонтов именно стояков. Обеспечение поселка управленческой мягкой очищенной Волжской водой важно не только для местных жителей, но и для будущего развития Красноглинского района. Строительство жилых и производственных зданий. Также сейчас ведется строительство водоводов диаметром 1000 мм для жителей Куйбышевского района и микрорайона Южный город, которые также будут получать мягкую очищенную воду. Работы выполнены уже более чем наполовину. Их планируют завершить к концу 2024 года. Андрей Бессонов, Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События.